Суматоха Добрый вечер, добрый вечер. Сегодня четверг. Программа «На злобу дня». Это прямая трансляция по вещательной технологии «Сити Визор» из студии онлайн-ТВ первого интерактивного телевидения. Как всегда, наш телефон в студии плюс семь четыреста девяносто девять девятьсот восемнадцать сорок три семьдесят восемь. И я рад вам представить вот за этим столом сидящего и пьющего чая Николая Бандурина. Да, ну а я действительно сижу пью чай и с огромным удовольствием представляю вам Олега Михайлова, который тоже сегодня в студии. И тоже пьет чай. И все красиво. Вот. Ну что ж, друзья мои, мы рады слышать, видеть, чувствовать всех тех, кто сейчас сидит около своих компьютеров, планшетников, около своих ноутбуков и смотрит вместе с нами эту программу «На злобу дня». Сразу же хотим начать с напоминания тех тем, которые были у нас в прошлой неделе, тем тем, по которым вы прислали нам огромное количество частушек и не только на нашу сегодняшнюю программу. Итак, первая тема, которая у нас была, нужно ли нам такое Евровидение. Смотрим на экран. Кончита Вурст трансвестит из Австрии, чье настоящее имя Томас Нойверт славится эпатажным сценическим образом. Это и борода, и платья, и туфли на каблуке. Гнев телезрителей обрушился на Вурста уже не в первый раз. Вторая тема, о которой был разговор. Говорят, что безработицы нет. А как у вас? Как на самом деле? Смотрим сюжет. Половина россиян, во-первых, боятся потерять работу, во-вторых, считают, что у них весьма низкие перспективы трудоустройства. Эксперты говорят, сказывается печальная ситуация в соседней Европе. Ну что ж, и третья тема. Верите ли вы экстрасенсам? Вообще, нужно ли им вообще доверять? Смотрим на экран. Банда орудовала в Москве, судя по всему, не один месяц. Представлялись они сотрудниками Кремля. Но с сегодняшнего дня уникальное предложение не действует. Всех четверых аферистов поймали с поличным. Ну что ж, вот такие три темы, которые прозвучали в нашей прошлой программе. Я благодарен всем тем, кто откликнулся, кто нас кидал прямо вот своими произведениями, своими частушками, стихами, своими переделанными песнями. Огромное вам спасибо за то, что остаетесь с нами, за то, что вы так активно включились. И сразу же хотел бы извиниться перед теми, кто не номинирован. У нас был такой случай, одна из наших авторов постоянно обиделась, что мы не номинировали. Дорогие мои, милые, мы готовы номинировать всех вас каждый раз. Но, знаете, это как в спорте. Победитель может быть только один, в данном случае только три претендента. Но мы знакомим вас с теми частушками, которые сегодня предлагаем на ваш суд, на ваше голосование. И первый из претендентов, это наш гостец Белоруссии, Игорь Сопронецкий. Музыкальный мир в тревоге, трансвеститы на пороге. Голубой вдруг стала муза у всего Евросоюза. Я благодарен Игорю Сопронецкому, потому что, вы знаете, про Кончиту было признано огромное количество частушек. Пожалуй, именно эта тема как-то больше мутовилась. Нашла яркий отклик, да? Да, да, да. Но именно Игорь Сопронецкий помнил о том, какую тему мы задали. Нужно ли нам такое Евровидение? У нас была тема не про Кончиту, не про этого бедного, несчастного бородатого девочку. Ты думаешь, он бедный? А? Ты думаешь, он бедный и несчастный? Ну, не знаю, может быть, он, конечно, и не бедный, но Игорь Сопронецкий, он точно написал частушку в соответствии с той темой, которую мы задали. Ну, а из Ветлуги нашим постоянный автор Галина Курдаева, она прислала на тему безработицы. Безработица доводит, попа в двери не проходит. Я не в руху, дверь не верит, но менять пора мне дверь. У меня такая же проблема, честно говоря, двери узковатые, честно говоря. А что не проходит? У меня все не проходит. А боком не пробовал? Так, ну и третья частушка, это наш постоянный из Казахстана соавтор Петр Давыденко прислал частушку на тему экстрасенсов. Экстрасенсы приходили после пьянки как-то раз. Много денежек отмыли, нам оставив третий глаз. Ну что ж, друзья мои, вот частушки претенденты, голосуйте. Я думаю, что в конце нашей программы победитель будет выявлен. Причем помните, что у нас не выборы, у нас все по-честному, потому что только вы определяете победителя наших сегодняшних номинантов. А я хочу напомнить, что в голосовании участвуют только зарегистрированные на нашем сайте участники, поэтому советую вам регистрироваться и присылать свое творчество. Да, кстати, у нас теперь появилась наша еще почта, да? Да, у нас теперь есть почтовый ящик и адрес вы сможете увидеть на стене. НЗД, на злобу дня. НЗД собака сидевизор.тв. Так что вот на эту самую почту, на этот наш ящик, пожалуйста, можете присылать там еще. Знаете, что мы хотим немножечко расширить рамки нашей программы. Поскольку у нас сатирический такой батл, люди соревнуются, давайте присылаю туда и какие-то сатирические политические анекдоты, сатирические карикатуры. Я думаю, наша программа станет разнообразнее и интереснее, потому что у каждого из вас есть, наверное, свои какие-то любимые темы такие, которыми вы в основном можете поделиться. Я думаю, всем от этого будет только лучше и веселее. И не забывайте звонить по телефону 499-918-4378 и нажимать желтую кнопочку внизу экрана, как по скайпу. Ну, а победитель сегодня, как всегда, традиционно получит наш традиционный приз. Да, сейчас я вам покажу. Да, Олег, как всегда. Говорят, на себе не показывать, а я покажу. Вот такую футболочку получит победитель. Да, победитель, которого мы сегодня выявим в результате вашего голосования. Ну, и наш традиционный уже теперь конкурс, фотоконкурс, победитель, которого получит традиционно вот такую пластинку с моими авторскими песнями. Конкурс, который мы сегодня предлагаем на ваш суд. Сейчас вы увидите фотографию на экране. И должны будете придумать продолжение к той частушке, которую мы с Олегом начали. Звучит наша версия так, начало частушки. Ваня нынче рыбачок, что поймает на крючок? Ну, а дальше вам писать и сюда нам присылать. Так что включайтесь, пожалуйста, в наш фотоконкурс и придумайте смешные подписи к этой фотографии. Ну, что ж, вот у нас пришли не только частушки, но и письма. Вот Оксана нам пишет. Всем здравствуйте. Про безработицу могу отметить, что в том городке Златоусте, где я жила, Челябинская область, наш бывший губернатор Юревич сократил наш завод, обещая устроить около полутора тысяч уволенных рабочих. Но его обещание похоже на обещание того чиновника, который обещал построить дорогу. Теперь им не на что даже купить еду. Вот такая история про безработицу, если она в том регионе, где вы проживаете. Вот еще Лена нам прислала такую переделку. Вы знаете, вообще надо сказать, что наши сети зрители нам предлагают какие-то вот странные неожиданные повороты. Вот Леночка, она только влилась в нашу дружную компанию авторов, но она написала не частушку, а переделку песни. Вообще сегодня их пришло очень много, поэтому мы такую еще рубричку хотим открыть. Вот можно переделать популярные песни. И вот Лена написала... Да, чем больше, чем лучше. Мы ждем от вас и таких вариантов. А ты подпоешь тогда сам, да? Да, а ты подпоешь? Не слышны властей, даже шорохи. Замер белый дом до утра, если б знали вы, как же дороги безработные вечера. Дума движется и не движется, чешут языком до утра, речи слышатся и не слышатся в безработные вечера. Что ж ты, власть, опять смотришь искоса, грозно голову наклоня, трудно высказать и не высказать, что в авоське есть у меня. И еще один мотив, я думаю, эту песню вы тоже сразу все узнаете. На зарплату не хватает у работодателей, и с законом запрещают всех предпринимателей. Депутаты, депутаты, а я маленький такой, безработным все сладяюсь, и надежды никакой. Ну что ж, у нас есть звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Я из Митино, меня зовут Нина Михайловна. Очень приятно. Да, Нина Михайловна, вы уже не первый раз к нам дозваниваетесь, здравствуйте. Да, я вот хочу частушки для вас приготовила, очень коротенькие, про экстрасенсы. Много их у вас? Ну, три коротеньких, кстати. Три коротеньких, давайте. Да. Я ходила к экстрасенсу, чтоб присушили мужика. До того он присушился, ничему не рада я. Экстрасенсы, колбуны, вы наше утешение. Однако дорого берете за это развлечение. Я коплю на экстрасенса, привражил чтоб паренька. Вот уж тридцать лет колдую, одинокая пока. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Очень приятные ваши звонки. Звоните еще, пишите еще. Да, и присылайте к нам. Да. А к вопросу о переделанных песнях, ведь я думаю, что Николай Бондурин не останется в стороне от такой новой формы. Да нет, конечно. Мне очень понравилась эта новая игра, которую вы нам предложили переделывать популярные песни. Поэтому я тоже, конечно же, откликнулся, тоже переделал парочку песен, которые, я думаю, мы попросим Олега Михайлову спеть. Он это сделает блистательно. Хоть поверьте, хоть проверьте, счет такой прислали мне, что прожить на эти деньги целый год могли вполне. Симфонический оркестр, барабанщик и трубач, сорок восемь дирижеров и один седой скрипач. И еще одна песня, тоже авторство Николая Бондурина. Все ничего нам здесь не светит, Родина моя, И в глаза не смотрит детям, Аист к нам не снял. Не люблю я власти коридоры, Там сидят лишь циники-доборы. Мы от себя сгребая, Загребая под себя, А может хватит? Я, ты, он, она, Поимела нас страна, Все мы дружная семья, кроме тех, кто у руля. И закончить хоть как на погоди, Там, Пап-пап-пам, Пап-пап-пап, как на погоди, да? Да. Ну что ж, друзья мои, продолжаем знакомить вас с частушками, прислами в огромное количество на нашу программу. И вот сопраницкий Игорь, город Кричев, Беларусь, он написал нам такую частушку, которая подходит на мотив вот той же такой песенки. Да, Игорь вообще пишет в таких интересных ритмах, что нам всегда с Николаем есть чем заняться, придумывая мелодии под его стихи. Стероски, да? Да. Ах, эти злые экстрасенсы, Не люди вроде и не бесы, За наши деньги смогут нам Привить презрение к деньгам. Эй, и он же, об Евровидении душа болит, О чем споет нам этот трансвестит? Осталось только лесбиянкам Исполнить песню про Смуглянку. И чук-чук, рок-рок, чук-чук, ну раз у Смуглянка есть, есть. Ну что ж, вот Леночка прислала нам вот такие вот страдания, Давай, Леночка, страдания попробуем. Мой миллионок трансвестит, Мной не налюбуется, А мне цветы всегда дарит, В моих трусах тусуется. Трансвестита полюбила, Платив новых накупила, И ему, и мне в усладу, А он упер мою помаду. Ой, да не ругайте сильно, люди, Да бабу Дуню лекаря, Коль больничка не хватает, И, ой, не сыскать аптекаря. И Пётр Давыденко тоже на этот мотив прислал. Поднимается на сцену, С бородой трансвестит. Она знает себе цену, Там, где надо, всё блестит. А где надо? Ну, это мы спросим у, не знаю, у Кончиты мы спросим вряд ли, Но, может быть, Пётр Давыденко знал, о чём писал. Ну, вот его ещё одна частушечка. Кто сказал, что от работы кони дохнут иногда? В год лошадки есть заботы, Не остаться без труда. Татьяна Коваль прислала частушечку нам. Экстрасенс пообещала Плоскостопие вылечить. Вот теперь сижу без денег, Не могу вообще ходить. А вот из города Костромы Михаил Пристов Прислал вот такую. Толпы безработных ходят По обманутой стране. А Путин снова речь заводит О какой-то новизне. Лесбиянки, трансвеститы, Геи и гермафродиты. Мне так грустно и печально, У меня всё натурально. Я кончить и подпеваю, Весь в сомнениях пребываю. Кто ты, чучело, скажи, Или лучше покажи. Все ориентиры сбиты, Там и тут одни кончиты. Зал плевался и свистал, Выступал там натурал. У нас так мало натуралов осталось в шоу-бизнесе. В меньшинстве. Да, да, мы уже стали таким сексуальным меньшинством, к сожалению. Вот Сопронецкий Игорь из города Кричи, Беларусь, тоже, в общем, прислал на эту же тему. Ну, раз Игорь Сопронецкий, значит, Милония. Уж больше нету мест закрытых Для голубых и трансвеститов. Теперь вовсю они поют Про жизнь нелёгкую свою. И снова Елена, наш новый автор. Она к нам влилась совсем недавно, Но мы очень этому рады. Борода растёт у дяди, В платье обрежается. Это ж враг ползёт к отчизне, На попы покушается. Экстрасенсы к нам добры, Но лечат только до поры. А как кончается пора, Он ослечит доктора. Спасибо, Елена. Вообще, очень интересная тема. Я хотел спросить Колю Бандурина. Был ли у тебя опыт общения с экстрасенсами, Или, может быть, ты сам как-то этим занимался? У меня был, к сожалению, ребят, Общение с экстрасенсами. Но насколько он удачный, Я вам сейчас спою, Потому что я не мог написать, Не написать частушку. Хорошо. Экстрасенс вовсю старался, Шрам рассасывал, как мог. В результате Шрам остался, Рассосался кошелёк. Ну что ж, друзья мои, Мы вам приготовили видеосюжеты с заданием на следующую нашу программу. И давайте сейчас первый из них посмотрим, А потом мы эту тему вам очертим. Самая крутая – это не фигура речи. С такой формулировкой новый аттракцион в парке под склонами Фудзи в префектуре Яманаси Внесён в Книгу рекордов Гиннеса. Семь мёртвых петель на скорости 100 км в час. Уже одного этого достаточно, чтобы почувствовать себя кандидатом в космонавты. Ветром человека буквально впечатывает в спинку кресла. На некоторых этапах колёса отрываются от рельсов, и вагончик скользит по магнитной подушке. После первой серии головокружительных виражей создаётся впечатление, что можно перевести дух. Но это впечатление обманчивое. С набором высоты дух вновь начинает захватывать. То, что было до, это небольшая разминка. Самое главное начнётся сейчас. Вот мы добрались до вершины самого высокого колена, Откуда начнётся практически вертикальное падение под углом 121 градус. Вообще-то страшно. Остаётся уповать, что крепление... Ой! 43 метра за 2 секунды. Крепления, к счастью, оказались надёжными. Финальная часть полёта проходит как во сне. Наяву такое представить трудно. Трасса длиной в 1000 метров преодолевается за 2,5 минуты. Конечно, сильные ощущения. Причём самый мощный выброс адреналина происходит не в момент падения, а за несколько мгновений до него, когда ты нависаешь над пропастью. Даже в будние дни здесь теперь всегда много посетителей. Чтобы проехать на самой крутой горке, нужно быть старше 10 лет, иметь рост не менее 130 сантиметров, заплатить 1000 йен, это 13 долларов, и отстоять в очереди минимум полчаса. И то, если прийти к открытию. Но какой японец не любит быстрой езды? Да уж, какой японец? Помните, как написано «Чёртовое колесо»? Ну, Слим Магомаев пел. Ну, вот такой сюжет, дорогие друзья. Мы ждём ваших откликов, которые вы можете писать нам на стену, а также присылать в почтовый ящик, который теперь у нас имеется. И я напоминаю его адрес. Ну, также я хочу напомнить, что наше голосование по частушкам претендентам началось, поэтому, пожалуйста, голосуйте, активнее выбирайте, чтобы выявить нашего победителя сегодняшней программы. А то, что касается вот этого уединого сюжета, знаешь, мы где-то, ну, давненько уже, наверное, лет, может быть, 10-12-13 назад были в Париже, и нас занесла судьба в Диснейленд. У меня был с семьёй, с женой, с дочерью, и вот, знаешь, мы идём по этому Диснейленду. Я ничего не понимаю, не по-французски, не понимаю. Вдруг вижу там аттракционы, которые описаны «Space». Ну, «Space» я уже знаю, что это такое. Думаю, «Космос», всё нормально. Вот туда пойдём. Огромная толпа, стоит очередь, как вокруг универсамов застойные годы. Знаешь, в три конца такая. И вот мы идём. Я иду, и не понимаю, куда. И нас толпа выносит потихонечку так вот дальше, дальше, дальше. И вдруг я вижу мониторы, на которых написано. А там анимация, да, я написал, у кого больное сердце, нельзя, у кого больной позвоночник, нельзя. Я понимаю, что мне нельзя по двум позициям. В этот момент, значит, моя дочка, которой тогда было лет 10 или 12, она так сказала, нет, я не пойду. Встала, говорю, тогда стой, жди здесь. А нас уже толпа вынесла на перрон. И вот стоят эти кабинки маленькие, мы с женой садимся, я опускаю вот эту штуку, которая предохраняет, да, значит, рычаг. А у меня брюхо, и он на мне не застёгивается. И я так говорю, миссия экскезима, вот эта вот фигня у меня не работает. А миссия не смогла. Он пошёл, и поезд уже двинулся этот. И я понимаю, что мне жить остаётся, ну, секунд 30. И с криками, вашу мать, ваш Париж, ваш Диснейленд, ах, я как на какой-то зубчик. И вдруг этот поезд поднимается, и как рванул, ах, вниз. И всё, и я не знаю, кто за это платит деньги, потому что никакого удовольствия, ужас, панический страх нас швыряло, материало. Я вцепился, значит, смотрю на жену, она держит одной рукой шляпу здоровую свою, с другой тоже держится. И она говорит, я повторял только одно, только выживи, Коленька, только выживи, выживи. А я вцепился. Дорогие друзья, если вы хотите, чтобы у вас был идеальный пресс, поезжайте в Париж и вступайте в Диснейленд. Да, потому что я рад. А я хочу сказать, что к нашему фотоконкурсу уже поступили первые варианты продолжения «Чистушки», и некоторые из них можно сейчас озвучить. Так, Николай, давай ты будешь петь первые две строчки. А, подожди, у нас есть один звонок, но сначала тогда звоночек пропустим. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, это Кострома Пристос Михаил. О, очень приятно. О, здравствуйте, Михаил, здравствуйте. Николай, Олег, добрый вечер. Добрый. Добрый. А только жалко, видео нет. Ну вот у меня есть такая вступлялка, объяснялка и утверждалка. Отлично. Давайте я сейчас пою. Но у меня есть гитара, я буду под гитару. А, вы сами, хорошо, отлично. Ну да, ну Олег, если что, у меня... Да, конечно, вы начните. Помните, как в фильме «Барин, ты начни», а мы подходим. Сейчас. У экрана я сижу, на себя в экран гляжу, мать честная, это ж я. Там Олег и Николя, там Ямаха и гармошка. Там тепло и свет в окошке, там частушки и уют. И уют, поспешие тебя здесь ждут, а чего в программе нет. У меня готов ответ. Депутатов нет мордотых, нету взяток и откатов, нету Путина с Обамой. Слава богу, нет рекламы. Новостями не пугают, правда, тут не наливают. Ничего, переживем. Сами мы себе нальем. Всем из костра мой привет. Заходите в интернет, нет программы веселей. А кто против? Дуралей. Вот видишь, после изящной паузы я считал рифму, которая была. Спасибо большое. А я хочу сказать, что после рассказа про Париж, ты сразу стал Николя. Николя, да. Ну что ж, Михаил, спасибо, что дозвонились к нам. Вы действительно очень много интересного прислали. Мы сегодня все это будем исполнять с Олегом. Наконец мы услышали ваш голос. Нам действительно очень приятно. Спасибо, что дозвонились еще раз. Ну а мы возвращаемся к теме нашего фотоконкурса и хотим показать вам уже присланные варианты окончания предложенной подписи. Ваня. Ваня нынче рыбачок, что поймает на крючок? Он поймает там му-му и не скажет никому. Это Петр Новиденко. И вот еще есть... Так, сейчас я подвину. Так. Ну вот такая есть. Дмитрий, наш новый автор Дмитрий. Ваня нынче рыбачок, что поймает на крючок? Если будет четкий план, он поймает куклу-ксклан. Нифига себе. Есть еще варианты, но мы будем их зачитывать в процессе нашего вечера. А, вот еще неплохой от Михаила Приставок, который только что звонил. Ваня нынче рыбачок, что поймает на крючок? Но на льду сидит не Ваня. Ваня уж давно у Мани. Ну что ж, отлично, спасибо большое. Ну вот Михаил, который к нам дозвонил столько что, он действительно прислал огромное количество материала нам сегодня сюда. И частушек, и переделанных песен. Ну вот и одна из его частушек. Прямо сейчас мы его поем. Все нам сделают китайцы, может даже и детей. Расплодят словно зайцы и прогонят нас в зашей. Ну раз уж про зайцев, то про зайцев. Конечно. Цельный год на бирже я, там же вся моя семья. Тот завод, где мы пахали, на утиль китайцам сдали. И опять про зайцев только в китайцах. Да. Без работных в армию и нету безработицы. И статистика в ЦИОМУ с той, что надо, сходится. Экстрасенс у колдуна стал лечиться с бадуна. После трех часов очистки выпито три литра виски. Это знакомо. Миллионы мест рабочих президент народу прочит. Те места заполнят быстро и чинуши, и министры. Я кручу себя за ус. Нахрена я кончил вуз. Вот стою на бирже я, диплом ненужный теребя. Стоят, ни в чем-то стоят. В сторонке ненужный диплом теребя. А вот нравится лично мне. То ли мама, то ли мужик, то ли косы, то ли кадык. То ли грудь, то ли борода, то ли хрен, то ли беда. На ту же тему. Прется трансвестит на сцену, заплатил он шоумену. А чем платил, ответ простой. Ну, или этой, или той. Или этим, или той, да. Помню, как-то с глаз снимал экстрасенса вызывал. С глаз остался, глаз заплыл, экстрасенса след простыл. А вот и Топпи Болот, один из наших недавно присоединившихся авторов, наезжают на кончиту, мол, лицо ее не брито. Но поймите, господа, согревает борода. Борода, борода, согревает холода борода. Слушай, может потому что морозы, кончита решила не бриц. У них там в Австрии сейчас, в Австрии, там сейчас морозы жуткие. Конечно, всю Европу завалил, да. Вот Касаткина Ольга из города Костромы, наш постоянный автор. Подло, нагло и нечисто поступают аферисты. Их у Бога ждет процесс. Он наш главный экстрасенс. И от нее же на ту же тему. Экстрасенсы, может, есть, но не в их пою я честь. А о тех я сволочах, кто жируют на костях. Где статистик уберут? Безработный там и тут. Может, компы у них сразу подцепили все заразу? Ну, вообще, где-то тут в интернете прозвучала такая реплика в одном из средств массовой информации, что скоро мы будем жить лучше. Причем не просто лучше, а гораздо лучше. Потому что правительство повышает минимальную зарплату с 5205 рублей аж до 5554. Поэтому, ребята, давайте не обожраться с таких повышений. Ну, что ж, город Ветлуга, Курдаева, Галина. Просим показать ей фото, если вам нужно. Так, вот такая частушка. Это про нас с тобой, в принципе. Экстрасенсом быть легко. У меня предвидение. Эх, Бандурина, пошлем мы на Евровидение. Тогда Евровидение будет начинаться. Безработица, друзья, в жизни испытание. От того частушки все у меня страдания. Вот давай страдания. Ох, к чему пришла наука. Всюду алкоголики. Лоболики и лёлики. О, все в экстрасенсорики. Мне пособие не дали и работать не дают. К президенту в Кремль послали. Будто там меня поймут. И нет работы, как нам жить здесь, у нас в провинции. Остаётся или служить, или сидеть в полиции. Я когда-то вот эта песня знаменитая про полицию, да? Я перевёл так. Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как-будто не видна. На второй как-будто тоже не видна. Не видна на третий. На четвёртой, пятой тоже не видна. На шестой чуть-чуть видна, но не она. Но мы за всё в ответе. Ну что ж, вот из Санкт-Петербурга. Привет. Спасибо Юрию за то, что уточнил место проживания. Теперь мы будем знать, что Юрий Сушков, он у нас из Санкт-Петербурга прислал вот такую частушку. Пропаганду не пущать в наше телевидение. А иначе можем стать жертвой Евровидения. Если президент страны не о ней заботится, То тогда они видны. Уши безработицы. Я не знаю, наверное, только в Питере могли такую интересную ассоциацию от уши безработицы. Я не знаю, Юрочка, что вы имели в виду по душам безработицы? Ну это такой прям какой-то термин. Вообще предлагаю вводить его в обиход уши безработицы. Хорошее предложение. А у меня есть тоже предложение, чтобы Николай Бондурин каким-то своим ответом сейчас эти темы тоже обозначил. Наверняка же есть что сказать. Ну, про безработицу, ну... Про безработицу. Не вопрос. Для начала. В туалет я захожу, по привычке посижу, ни мочи, ни кала нет, безработица привет. Вот стою с пустой сумкой и понять я не могу, вышел я из магазина или в магазин иду. Ну что ж, а теперь давайте посмотрим наш следующий сюжет, тема которого будет являться заданием для написания частушек на нашу следующую программу. Не курящим, а также тем, кто хочет завязать, Госдума к Новому году сделала настоящий подарок. На рассмотрение был вынесен проект антитабачного закона. Новые меры борьбы с никотиновой зависимостью уже наделали немало шума. Защитники прав курильщиков новый закон считают слишком жестоким и не устают уверять, что отучать людей от пагубной привычки надо постепенно. Мнения новосибирцев по поводу новшества разделились. Я сам курящий, но очень против этого. Я даже за то, чтобы поднять цены, если честно. Меньше будет людей курить, особенно против того, что молодежь курит. Поднятие цены, сигареты, также дети, опять же, не будут покупать сигареты, то есть сложнее уже будет. Почему он не может себе позволить, гуляя, скажем, один по набережной пойти и покурить? Почему бы и нет? Есть же в ресторанах разделение курящая зона, не курящая. Это еще, по-моему, гуманно. Но чтобы курить только дома и на балконе, это ущемление прав. Ну что ж, мы эту тему озаглавили так. Жизнь после запрета. Вот уже как бы год этот указ у нас действует. И есть ли жизнь после запрета и какова? Она, кстати, я немножечко забыл о том, что тема по первому видеосюжету у нас будет звучать так. Экстрим по-русски. В Японии вот так развлекаются. Причем вот эти горки, которые показали, они у нас называются американскими горками, а в Америке они называются русскими горками. Так вот, первая тема – экстрим по-русски, а вторая тема – есть ли жизнь после запрета от табакокурения. Вообще, конечно, знаешь, это отдельного разговора требует история. Я, как человек курящий, ты тоже куришь. Да, конечно. Я считаю, что на самом деле вот то, что сейчас происходит, такое безобразие. Потому что я такой же россиянин, я также получил налоги, я житель этой страны. Почему из меня делают скота, выгоняя меня курить на собачий холод, на мороз? У нас недавно был концерт. Я вот переодет и стою. Рядом с вами были ребята балетные. Они вот в этих тоненьких лосинах, в балетных тапочках, говорят, а где можно курить? Они говорят, только на улице. И вот мы стояли там, терлись, курили и так далее. Уж если хотите бороться, друзья мои, делать это цивилизованно. Нас 90 лет приучали к тому, что у нас Штирлиц курил. Курил. Чапаев курил. Курил. В общем, Дзержинский курил. И даже Волков, ну погоди, курил. И даже Волков, ну погоди, курил, действительно. Поэтому все те, кому мы хотели подражать, все герои, они всегда курили. А ведь никто не хотел Зайцев подражать. Да. И вот поэтому вот нас так приучали. Давайте сейчас как-то делать это постепенно и цивилизованно. Если хотите, чтобы не страдали некурящие, оборудуйте специальные места, сделайте вытяжки. И пускай те, кто подвержены этому пороку, вот такие, как я, такие, как Олежек, мы будем курить, но мы будем курить цивилизованно. В общем, к теме русский экстрим мы добавляем тему антитабачного закона и все, что вы на эту тему думаете. Жизнь после... У нас есть видеозвонок, Олежечка. А, видеозвонок. Смотрим, да. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть. Это Людочка у нас. Я приветствую вас в нашей программе. А я хочу вот коснуться темы безработницы, безработицы. Да. Хочется сказать, что действительно, вот, к сожалению, бывает так, что безработные у нас живут лучше и богаче, чем те, которые работают в государственных учреждениях с мизерной зарплатой. Вы согласитесь, да? Я не видел таких безработных, честно скажу. Это, наверное, те, кто просто... Нет, они все считаются официально при работе, а... Это безработными, понимаете? Ну, а вообще официально-то и я безработный на самом деле. Те, которые, как говорится, с утра до вечера работают в государственных учреждениях с мизерной зарплатой, живут от зарплаты за зарплатой. И мы готовы послушать об этом в музыкальной форме. Я хочу прочитать, как моя приятельница попала под сокращение. Можно, да? Алло. Да-да-да, только если это не длинная, Людочка, потому что у нас... Буквально. Ага. Долго плакала подруга, был приказ всех сократить. Безработные теперь будешь, что же делать, как же быть? И тогда она решила, свадьбу буду проводить. Вроде бы и без работы, а богаче стала жить. Раньше ведь она пахала, от гори до гори, и копейки получала. Ела щи да сухари. И теперь в госучреждение нам ее не заманить. Твердое ее решение, безработной буду жить. К сожалению, и так бывает. Так бывает, дай бог ей счастья, если она нашла действительно себе работу более денежную, хотя она официально безработная. Пускай у нас тогда вся сторона будет безработной, но все будут много зарабатывать. Лично я за это абсолютно искренне, друзья мои. Спасибо, Звонок, Людочка, это Людмила Луковницкая была. Спасибо, Людмила, я хочу сказать, что у нас поступили новые варианты к нашему фотоконкурсу. Отлично, давай-ка мы сейчас пойдем. И вот некоторые из них, да, давайте. Ну вот, например, Мария из шахты. Ваня нынче. А Ваня нынче рыбачок, что поймает на крючок? Две галоши на крюке. Много их в Москве и реке. Так, Петр Новиденко. Ваня нынче рыбачок, что поймает на крючок? Не поймает ни хрена. Не дала червей жена. И вот еще есть одна. А Ваня нынче рыбачок, что поймает на крючок? Не ловить сюда пришел он. Ваня смотрит рыбье шоу. Это мило подписалось автором. Он тогда уже не смотрит, а подглядывает в лунку. Я думаю, и так. Ну что ж, друзья мои, вот мы уже говорили о том, что Михаил Пристов из Костромы, он прислал нам вот такие переделанные песни. Это такая новая затея, которая мне очень нравится. Давайте будем эту историю тоже развивать в нашей программе. Назовем ее музыкальная мозаика. И у кого, если будет рождаться что-то в подобном стиле, мы очень рады будем исполнять это в эфире. Во всяком случае, на тему нашего Евровидения, вот у него целая действительно мозаика получилась. Сейчас Олежий к нам ее исполнит. Итак, музыкальная мозаика от Михаила Пристова. Не думай, окончите свысока, она давно в почете и со славою. Нет голоса, зато есть борода. Курчавая, курчавая, курчавая. Он в этот день не пил, не ел, он Евровидение смотрел. И все плевался, и все плевался. Долженский нацепив парик, в колготках в платье пел мужик. Он издевался, он издевался. Люблю тебя, как прежде я. Ты все прости, любовь моя. Не надо больше лишних слов. Не бойся ты моих усов. Милая моя, чудо неземное. Ты же исколол все мне бородою. Не уезжай, побудь со мною. Прости, невинный мой каприз. Я скоро таинство открою, Но не смотри при свете вниз. Губы накрасил и шаст за порог. Раз, два, три, раз, два, три. Вот и вальсок. Так наломали ребятки бока. Юбка, видать, у меня коротка. Свет в городе давным-давно погас. Погас и мой подбитый правый глаз. Я в баре перепутал туалет. Не обижай трансвисты, то упреками. И уж тем более фразами колкими. Очень родимые, очень родимые, Дурнегалимые. Бывают дни, когда накрасив губы И нарядившись в женское белье. Придя в брутальные мужские клубы, Получишь глаз, забывший про бритье. Ну вот такая мозаика от Михаила Пристала. Спасибо вам, Михаил. Браво, Браво, Михаил. Прекрасная история написана. Вот я тоже вам... Да, я вам так и сделаю. Викторий такой. Потому что действительно, вы замечательно составили такую мозаику. Надо было только еще чем-нибудь зафиналить таким. Вот чтобы к чему-то пришло. Чтобы как в фирме Покровские ворота. Это финал? Это очень яркий финал. Это очень яркий финал, да. Ну что ж, а мы продолжаем знакомить вас с частушками, которые тоже нам прислали на программу. Вот Касаткина Ольга из города Костромы. Номер сам себе крутой. Поет баба с бородой. Образ из другой идеи. Клоун театра лицедей. Евроведение в беде. Поет баба в бороде. Смотришь, и тебе смешно. Круто смотрится оно. Машенька Лосева из города Шахты. Баба Зоя верит в сказку и в счастливую развязку. К колдунам благоговейно, после рюмочки портвейно. До Евровидения детей пугали козочкой рогатою. А сейчас мы их пугаем тетей бородатою. На Евровидение хочу, пусть петь меня научат. Буду петь как соловей, а не как писклявый гей. Петр Дободянко. В кризис геи все исправят, друг за друга под венец. Население убавит, безработицы конец. Отличные меры. Сразу две темы затронуты. Оба-на, да оба-на, вся Россия с бодуна. Безработица пришла, всех по запаху нашла. Вот наш новый автор Лена, да. Сразу страдать я хочется, потому что Ой, не бейте меня, люди, за открытые слова. Хоть на месте моя попа, но сочиняет голова. Был еще бисексуал, он цветы мне присылал. А в цветах записка, я твой зайчик-киска. Стоит, не брит и не умыт, на сцене гордый трансвестит. Поет оно на всю Европу о том, что сильно хочет попа. Это сопронецкий, Игорь из Белоруссии. Я вообще, когда слышу слово Европа, где-то, то ожидаю репутацию. Кризис не так много. Жаль, что не Иван Ягрозный, я б тогда вполне серьезно. С той кончитой поступил, отрубил бы ей и чего-то, да и вообще все отрубил. Все отрубил. Спасибо, Игорь. Ну, я думаю, настало время послушать твою частушку. Ведь на эту тему... У меня тоже есть вариант, который... Хотя, знаете, я, например, рад тому обстоятельству, что многие из вас стали писать гораздо остроумнее меня. Мне это приятно. Закончи-то мне неловко, не хватает нервов. Эх, ему бы в подтанцовку дать двух донов педров. Вот пришло еще два, не два, даже больше вариантов на тему нашего фотоконкурса. И сейчас мы хотим их вам озвучить и, наверное, подведем итог. Ну да, я думаю, смысл есть смысл. Ну давай. Топья балла пристал. Вот такой вариант. А Ваня нынче рыбачок, что поймает на крючок? Мужики дают садиву, не поймал бы крокодилу. А Ваня нынче рыбачок, что поймает на крючок? Если выловит ерша, они станут кореша. Ну, нам нужно определить победителя в этом фотоконкурсе. Мне вот нравится вариант про ерша и кореша. Мне тоже, в принципе, нравится. Хотя у Петра Доводенко там тоже был очень хороший вариант, смешной. Где не дала жена червей, да? Нет, еще выше. Нет, еще? Да. Ну, может быть, да. Хотя про ерша и кореша. А, вот еще. Он поймает там муму и не скажет никому. Да. Ну, я думаю, что Петр Доводенко сегодня прислал столько остроумных вариантов продолжения, что будет справедливо. Да, он молодец. Вообще, Петр, спасибо вам огромное. Вообще, все молодцы, ребят. Но, вот, не знаю, мне про муму, честно говоря, нравится больше. В любом случае, Петр Доводенко победитель. Да, я думаю, что Петр становится победителем нашей сегодняшней программы. Ему обязательно. Мы вышли, хотя, по-моему, у Петра уже это есть. Подарит кому-нибудь. Мы споем свой вариант на этот? Конечно, обязательно. Только ты уже начинает тогда. Ваня, нынче рыбачок, что поймает на крючок? Нет улова в синем море, Ваня почернел от горя. Ну что ж, друзья мои, вот следующие частушки. Вот с этим мы определились. И пока еще идет голосование. Оно уже, в принципе, сейчас должно быть подведено итог. Да, уже подошло время подвести этот итог. Сегодняшний победитель Игорь Сопронецкий из Беларуси. Да, ну что ж, поем его частушку. Давай. Музыкальный мир в тревоге, трансвеститы на пороге. Голубой вдруг стала муза у всего Евросоюза. Наши поздравления Игоре Сопронецкому. Молодец, Игорь, спасибо огромное, что участвуете. И поэтому футболочка с изображениями Олега, меня, гармошки и Ямахи летает. А также почетное звание победителя пятого выпуска программы «На злобу дня», которая выходит каждый четверг в 21.00, и в которую можно позвонить по телефону 499-918-4378. Можно нажать желтую кнопочку, а также можно теперь написать письмо в наш почтовый электронный ящик. Да, да. Н, З, Д, собака, сетивизор.тв. И мы просим вас, есть ли какие-то смешные политические, сатирические карикатуры? Какие-то найдете в интернете? Может быть, сами нарисуете. Если какие-то смешные политические анекдоты. Вот знаете, я, например, сейчас говорю, есть политические анекдоты или нет? Не существует политический. Вот я вспоминаю, знаешь, был такой, когда по казахской степи идет лев. Идет лев, сверху солнце, внизу песок, между неба и неба, и больше ничего, жара. И вдруг он смотрит, что такое мелкое пробегает, он когтем подцепил, говорит, ты кто? Он говорит, я тушканчик. Говорит, а ты знаешь, кто я? Он говорит, нет. Я лев, царь зверей, понимаешь, царь. Тут все мое, небо мое, солнце мое, песок мой, ты мой, жена твоя моя, дети твои мои. Понял? Тушканчик говорит, понял, что Назарбаев умер. Вот такая политическая история. Во всяком случае, если вы где-то что-то подобное вычитаете, пожалуйста, присылайте к нам на электронный ящик. Мы будем этим делиться в нашей программе. Я думаю, она от этого станет только веселее. Ну, а у нас настала пора переходить к нашему третьему сюжету, тема которого будет являться темой для написания вами и частушек, и песен, кричалок, бурчалок, ворчалок, любого творчества, что хотите на нашу следующую программу. Следующий сюжет, который мы хотели показать и предложить вашему вниманию. Вообще, вы знаете, мы пересмотрели свою позицию, он оказался настолько омерзительным, что показывать эту дрянь в эфире мы не хотим. А речь в этом сюжете шла о том, как один из телеканалов провел опрос, надо ли было в избежании больших жертв сражаться, противостоять немецко-фашистским захватчикам под Ленинградом. Может быть, стоило сдать город, тем самым сохранив жизни большого количества населения этого города. И после этого опроса, который, по сути, являлся таким актом, на мой взгляд, вандализма, цинизма, огромное количество блокадников возмутились, подали иск в прокуратуру, которая стала заниматься теми, кто устроил этот омерзительный опрос. А вообще, на мой взгляд, люди, которые не понимают, надо ли было вообще сопротивляться, может быть, надо было вообще проиграть войну, тогда бы вообще жертв избежали, это какие-то странные люди, которые, видимо, чего-то не понимают. Поэтому сюжет мы вам показывать не будем, но порассуждать на эту тему мы вам предлагаем. Во всяком случае, мне, как коренному питерцу, человеку, родившемуся, выросшему в этом городе, моя мать всю блокаду девочкой провела в этом городе, моя бабка, которая голодная, холодная, ходила и продолжала работать в Академии наук, сотни моих земляков, тысячи моих земляков, которые выживали, боролись и стояли насмерть в этом городе. Я думаю, сейчас мысленно здесь с нами, в нашей студии, я, кстати, пользуюсь случаем и хочу всех поздравить с этой великой датой, 70-летием снятия блокады Ленинграда, прорыва блокады Ленинграда. Честь, вечная слава, подвигу этих людей, которые, несмотря ни на что, отстаивали, выживали, боролись и побеждали. Вот давайте попробуем порассуждать на тему цинизма, цинизм многих нынешних молодых людей, которые даже не представляют себе, кто воевал, за что воевал и кто победил в этой войне. Всегда под финал нашей программы вам какой-то свой номер показывал, который никогда не был и вряд ли будет на телевизионном экране. Но вот после этого именно сюжета я хотел бы, наверное, не куплеты спеть, а почитать вам свое стихотворение. Кстати, это мое стихотворение тоже на телевидении не пропускают. С формулировкой «это нетипично». Но, тем не менее, оно было написано много лет назад. Ну, как, ну, много? Ну, наверное, уже лет 10 назад я его написал. И с тех самых пор только радиостанция «Маяк» дерзнула выпустить его в эфир. А стихотворение, оно звучит так. «Подростки били ветерана. Старался каждый, кто как мог. Он не кричал, не звал охрану. Он прикрывать старался, рано лежал. И сдачи дать не мог. И он в грязи в пыли валялся Средь бела дня на мостовой и повторял. Я им не сдался. Живой. Живой опять остался, Как в 41-м под Москвой». Проснулся он сегодня рано. Он в день победы спать не мог. Он шел навстречу ветеранов, Чтоб с ними выпить по стакану И вспомнить версты тех дорог. Но на углу остановки Он трех подростков увидал. От них разило пивом, водкой. И вдруг один, что был с бородкой, Ему «Хейль Гитлер!» прокричал. Они уже таких видали. Небрит, не стрижен, словно бомж. Без орденов и без медалей В каких-то стоптанных сандалях На ветерана не похож. А он был, правда, без медалей. Их не надел себе на грудь. Глаза совсем слепыми стали, Да и суставы подкачали. Не смог колодку пристегнуть, Да были ни к чему награды. Свои-то знали, что герой, Что воевал всегда как надо, Что сквозь огонь и канонаду Был первым, на передовой был первым. Он не мог иначе. Вторым он сроду не бывал, Не нажил он квартиры, дачи, Всю жизнь на стройке проишачил И в коммуналке проживал. И хоть на пенсии не сладко, И можно ноги протянуть, Порою плакал он укратко, И взять водки, Не на что в палатке Друзей погибших помянуть. Но он солдат. И день победы, Святой был праздник для него, Он забывал про боль, Про беды, Про коллективные обеды, Так унижавшие его. И вдруг Халь Гитлер Эта фраза опять Нависла над Москвой, Враги, И он, не ждя приказа, Собрав в кулак все силы, Сразу рванулся, Как когда-то в бой. Побитый он, Лежать остался. А люди мимо шли, Горьбой, Гляди, лежит, Опять нажрался, Хотя бы в праздник постеснялся, Хотя бы в этот день святой Те три подонка убежали, Смотреть поехали салют. Ура! На каждый залп кричали, Себя героями считали, А вот еще кого побьют. А дед Очухался немного, Поднялся На ноги солдат. Но рухнув, Отдал душу Богу, Пошел в последнюю дорогу, Там Догонять своих Ребят. Вот такое стихотворение. Но мне говорят, что это нетипично. Дай Бог, чтобы это действительно Не было типичным. Но Давайте все-таки не будем о грустном. Несмотря на то, что Тема достаточно невеселая Про блокадников, Давайте все-таки будем Насколько хватит наших сил Бороться с этими уродливыми явлениями. Но бороться каждый должен тем, чем может. Наша программа будет бороться Частушками, Такими вот злыми, Какими-то эпиграммами, Четверостищими, Переделанными песнями. Стихами. Стихами. В общем, кто, Во что гораст, Как говорится. И будем Более сплоченными. И понимать, что Во всяком случае, Наша программа, Она, наверное, Для того и существует, Чтобы мы Не были равнодушными, Чтобы мы не оставались Мимо каких-то проблем. Поэтому давайте Этими проблемами делиться. И слава Богу, Что у нас сейчас появился Вот этот наш электронный ящик. И вы можете теперь сами Прислать нам те темы, Которые волнуют вас Прежде всего. Темы, на которые Вы бы хотели с нами поговорить. Которые мы могли бы Обшутить. Обсатиричничить. Я даже не знаю. Да, я бы скажу, Нас не так просто взять И убить у нас Любовь к жизни. И у нас есть с кого Взять пример. В частности, С поколения тех, О ком было О том стихотворение. Ну, друзья мои, Я думаю, что вот те частушки, Которые вы нам будете присылать, Вы сами знаете, На кого направить Вот это жало сатиры. Ну, я думаю, Что вы разберетесь, ребят. Потому что Главное, чтобы вы не оставались В стороне, Чтобы вы не молчали. И чтобы своими частушками Мы действительно Делали нашу жизнь лучше. Чтобы мы делали ее Справедливее. Ну, и в том числе Веселее. Ну, а мы, как всегда Под финал нашей программы Поем нашу фирменную. Пусть взрывает интернет Сатирический куплет Ждем частушек новых, Озорных и клевых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова